Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». Возвращаемся мы после небольшого перерыва в студии по-прежнему, как и две недели назад работает Анна Смирнова. Да, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев с нами сегодня. И наш сегодняшний гость, астрофизик Антон Бирюков с нами. Здравствуйте. Добрый день. Да, и сегодня мы хотим с вами поговорить о Венере, потому что эта планета вдруг резко перешла в раздел приоритетных в плане поиска там внеземной жизни. В частности, там обнаружили фосфин и считается, что он как раз производится анаэробными бактериями. Вот насколько, на ваш взгляд, велика вероятность того, что на Венере кто-то есть или что-то есть? Про вероятность я не скажу. Про вероятность я не скажу. Смотрите, всё-таки строго говоря, что произошло. У нас появилось свидетельство того, что в атмосфере Венеры есть молекула, по-видимому есть молекула. Это вот некое важное, наверное, замечание. Происхождение которой в рамках естественных процессов, геологических, скажем, процессов, химических процессов мы объяснить не можем. Во всяком случае, мы не можем объяснить такое её количество, настолько большое, чтобы мы могли её зарегистрировать. Говорить о том, что мы нашли свидетельство, возможное свидетельство жизни в атмосфере Венеры, конечно, нельзя, но о чём можно говорить, что существует какая-то химия, какие-то химические процессы, которые мы до конца там ещё не понимаем. Но вот это утверждение, казалось бы, не самое, может быть, эпохальное, оно накладывается на тот факт, что вот этот фосфин, как я понимаю, это действительно один из важнейших биомаркеров, потому что это вещество на Земле, оно возникает, как мы сейчас знаем, либо по причине каких-то техногенных процессов, то есть так или иначе созданных человеком, либо биогенных процессов. То есть есть организмы экстремофилов, которые этот фосфин генерируют. И каких-то других геологических процессов на Земле мы для большой генерации этого фосфина мы не знаем. Мы знаем такие процессы в Солнечной системе вообще, но для Венеры они, по-видимому, неприменимы. Вот в целом такая картина. Ну и возвращаясь, собственно, к вопросу, какова вероятность того, что там что-то есть? Не знаю. В принципе, наверное, это возможно. Это моё персональное мнение, как бы ни с кем не согласованное. Мне кажется, что из-за сложности химии, из-за такой многофакторности химии на Венере, это всё-таки не такая безжизненная планета, как Меркурий, например, в которой даже нет атмосферы. На Венере много чего есть. Она существует уже миллиарды лет, и я вполне могу допустить, что за миллиарды лет что-то, что мы бы могли назвать жизнью, не вполне понимая, что такое жизнь, но тем не менее, вот всё-таки существует. Вот такой бы я дал ответ. То есть мы понимаем, что обнаружение фосфина не может однозначно указывать на присутствие в атмосфере Венеры каких-то живых организмов? Однозначно, конечно, нет. Но это интересно. Это повод поговорить. Ну а что касается биомаркеров, какие вообще распространены биомаркеры помимо фосфина? Например, тот же самый кислород, тот же самый озон, конечно, вода. И мы знаем, например, даже в планетах других системах, в экзопланетах, есть некие тонкие методы, которые позволяют в их атмосферах обнаруживать воду-водяной пар. То есть мы, в принципе, даже знаем, по крайней мере, точно одну экзопланету, в атмосфере которой существует водяной пар. Вот эти все метан, тот же самый достаточно известный биомаркер. В общем, все органические соединения, которые так или иначе сопутствуют нашей земной жизни. Понятно, что у нас есть вот этот некий земной шовинизм. Мы не просто ищем жизнь, мы ищем жизнь, похожую на нашу в биологическом плане. И мы ищем, соответственно, по тем маркерам, по тем веществам, которые сопутствуют нашей жизни земной. Но Венера раньше рассматривалась как потенциально обитаемая планета? Или все-таки она была, учитывая ее суровость, потому что даже Стругацкие об этом писали, правда, в своем фантастическом романе «Страна багровых туль», что, в общем-то, там выжить вообще очень сложно чему-либо. Вот насколько мы все-таки смотрели на нее, как на планету, на которой что-то может быть? В действительности мысли о том, что на Венере что-то может быть, существует очень давно, там, по крайней мере, десятилетиями. Не обязательно чему-то существовать на поверхности, где условия действительно очень суровые. Там это 100 атмосфер давления, это порядка 500 градусов температура, это куча углекислого газа, это серно-кислотные дожди, это действительно очень экстремально. Но, тем не менее, люди понимали, что, например, в атмосфере Венеры где-то достаточно высоко, на уровне 60-70 километров, собственно, где, по-видимому, обнаружили фосфин, вот на достаточно большой высоте, где поменьше давление, где прохладнее, там можно ожидать какую-то простейшую жизнь, какие-то бактерии, которые могут, скажем, образовываться внутри капель, капель чего-то, и таким образом сохраняться, как в оболочке. Другое дело, что эти капли могут потом испаряться, ну, тем не менее, или там оседать, наоборот, выпадать дождями. Вот мысли о том, что что-то подобное в атмосфере может происходить, по-моему, существует несколько десятилетий, там, 60-х, 50-х годов. Возможно, те же Стругацкие, они об этом уже знали. Тот же самый Борис Стругацкий, который был астрономом-профессиональным, как мы знаем. Но каким образом фосфин можно получить на Земле? Где он встречается в нашей повседневной жизни, если говорить? Вот хороший вопрос. Наверное, я на него сходу не отвечу, где он именно встречается на Земле. Ну, на производствах каких-то, наверняка, да? Что, простите? На каких-то производствах. Скорее всего, да, это какие-то химические производства, это какие-то выбросы в атмосферу. Я вот успел прочитать, что фосфин генерирует организмы-экстремофилы, видимо, там, скажем, на дне океана или где-то в глубинах земной коры. Не готов сказать, какие именно там химические цепочки происходят, чтобы возникал этот фосфин. Но, тем не менее, я знаю, что там на Земле он есть, на Земле он регистрируется. Существуют химические цепочки, физико-химические образования подобного газа в недрах планет-гигантов, там, где большие температуры, большие давления, и там вот соединить, ну, один атом фосфора, три атома водорода оказывается сравнительно проще. И потом при помощи конвекции это поднять к атмосферам, верхней своей атмосферы этих планет-гигантов, где он, собственно, был зафиксирован. То есть есть такой канал. Я знаю, что на той же самой Венере, например, рассматриваются возможные механизмы генерации фосфина после вулканической деятельности. Сравнительно недавно, как я понимаю, по геологическим масштабам Венера, в общем-то, была, местами я еще иногда встречаю даже утверждение о том, что она остается по сей день геологически активной. Ну, это вопрос, скорее, вот геологам, что они считают геологически активным. Так или иначе, на Венере была возможна вулканическая деятельность, и в ходе вулканической деятельности в атмосферу мог выбрасываться фосфин. Это может выбрасываться по сей день. Другое дело, что его выбрасывается не так много, как мы его сейчас обнаружили. Не мы, а коллеги с Альмы и с Тейскопа Джеймса Максвелла обнаружили в своих наблюдениях. Ну, это яд, им можно отравиться. Да, вот я встречал такое тоже утверждение. Наверное, не готов сказать, как именно. Никогда с ним не сталкивался, наверное, слава богу. Но если говорить об определении, это используются спектры для того, чтобы определить, есть фосфин, то есть вот эта цветовая гамма, обычно, или как определили фосфин на Венере? Да, и это спектральные наблюдения, это радионаблюдения, ну, наблюдения в миллиметровом диапазоне, точнее, то есть можно считать их радио. У молекулы фосфина есть одна из спектральных линий в районе длины волны 1 мм, 1 мм.123, по-моему. И, собственно, что обнаружили в спектре Венеры, в радиоспектре Венеры, обнаружили вот эту небольшую спектральную линию, то есть, по сути, это недостаток света, да, то есть у нас Венера излучает на разных длинных волн, а вот конкретно на этой длине волны она почему-то излучает слабее, чем на соседних. Это называется линией поглощения, и вот такие линии поглощения, они объясняются как раз химическими веществами. Там линия поглощения есть в спектре Солнца, например, потому что у нас в атмосфере Солнца есть много-много химических веществ, там тот же самый гелий, какой-нибудь магний, кальций, калий, вот, и они немножко поглощают свет. Это верно как для оптического диапазона, так и для радиодиапазона. И технически, что произошло, в спектре Венеры была выделена вот эта особенность, слабая, но тем не менее, как говорят, статистически значимая. Вот, и эту особенность, вот именно на этой длине волны, кроме как поглощение молекулы фосфина, никак интерпретировать не удалось. Собственно, есть, знаете, как вот есть много лабораторий, да, там тысячи лабораторий по всему миру, есть тысячи физиков, тысячи химиков, которые занимаются, условно говоря, каждый день тем, что они берут разные вещества, вот какие просто найдут, такие берут, запихивают их в спектрометр, получают их в спектр, а потом каталогизируют все спектральные линии, которые нашли. Ну, естественно, это не так бездомно происходит, мы ещё понимаем структуру атома, у нас есть замечательная квантромеханика, которая это объясняет, вот, и получаются такие, там, толстые каталоги, раньше были толстые, сейчас просто это база данных, спектральных линий. И сейчас, в принципе, по спектру, по положению спектральных линий можно вполне себе восстановить химический состав того вещества, который излучает, который мы, соответственно, спектр, которого мы смотрим. То есть вероятность спута с чем-то другим, она минимальна в данном случае, потому что для человека гуманитарного склада ума сложно представить, как с помощью телескопа возможно определить бесцветный газ. Пожалуй, да. То есть авторы работы, они проверяли ещё возможность того, что рядом с этой спектральной линией в этом месте существуют спектральные линии и других в том числе соединений. И авторы это проверяли, и, насколько я понимаю, у них получилось, что другие соединения должны давать сильно меньший вклад. То есть это точно не они, и поэтому других вариантов, в общем-то, нет. Пожалуй, да, спутать сложно. Это как штрих-код. Штрих-код вполне однозначно характеризует товар, который вы покупаете. Вот спектр излучения любого тела это что-то вроде его штрих-кода. И он вполне однозначно характеризует тот химический состав, который в него заложен. Ну вот я слышал такое мнение, что учёные, которые обнаружили фосфин на Венере, они сами были в шоке, потому что в науке редко случается, что ты просто наводишь на первую планету или на первую звезду, и вдруг делаешь такое открытие, обычный такой долгий скрупулёзный поиск. А здесь, в общем-то, такой элемент случайности, потому что они навели на Венеру без всякой надежды на то, что они там обнаружат фосфин. То есть можно сказать, что это удача такая? Мне кажется, да. Но, в принципе, такие удачные открытия не случаются. Да, действительно, не так часто, особенно в наше время, когда каждую работу её нужно хорошо планировать и обосновывать. А что это мы поехали на Венеру, давайте время телескопа потратим, может быть, на какой-то другой объект, более перспективный. Но такое случается, да. Почему нет? Не знаю, сейчас почему-то первое, что пришло в голову, это пузыри ферми. Это такие образования из горячего газа, два больших гигантских пузыря по несколько десятков тысяч лет, каждый размером, исходящие из центра нашего галактики, они тоже были обнаружены случайно. Их, в общем-то, никто не ожидал. И тоже они, кстати, были обнаружены вот так вот на таком не очень большом уровне значимости, то есть на пределе чувствительности нашей аппаратуры. Если говорить об исследовании Венеры, на ваш взгляд, изменит ли это отношение учёных к этой планете? Будут ли запущены туда исследовательские миссии? Потому что сейчас мы видим, что Россия прекратила сотрудничество США по Венерианской станции, но тем не менее собирается сама отправить туда зонды. И есть, кстати, опыт у Советского Союза, потому что туда как раз отправлялись аппараты, даже на поверхность они некоторое время работали. А вот Венера сейчас обратит на себя внимание учёных, ну как-то сдвинет, может быть, изменит какой-то график в изучении Солнечной системы? Как считается? Наверное, не самый простой вопрос. Вот мне почему-то кажется, что скорее нет. Во-первых, потому что есть некое там расписание венерианских миссий, ну, во всяком случае, есть миссия Венера-Д, Венера-долго живущая, Венера-долго работающая. Это российская миссия к Венере, которая готовится уже на протяжении многих лет, по крайней мере, лет 10 она готовится, и, по-видимому, ещё, по крайней мере, лет 10 она будет готовиться всё-таки. Не так сложно в современных российских реалиях, в том числе в плане финансирования, подготовить такой достаточно сложный проект. Тем не менее, работа идёт. За последние десятилетия было, по-моему, два аппарата. Это был Венера-экспресс европейский и японский аппарат, по-моему, до сих пор работающий, находящийся на окловенерианской орбите. То есть есть некоторые планы изучения Венеры, и мне почему-то кажется, что конкретно вот эта работа, которая, несомненно, интересная, она не повлияет настолько сильно на наши планы исследования Венеры, чтобы ещё выделить, не знаю, условный миллиард долларов. Примерно столько стоит подобная миссия. Это интересно, но, наверное, не настолько сильно, чтобы вот прям кардинально менять планы. Ну, кстати, российский миллиардер Мельнер собирается профинансировать миссию на Венеру. Не слышали об этом? В Форбсе появилась как раз статья, что он готов инвестировать в это средство. Нет, нет, это я ещё не успел услышать. Ну, хорошо. Я так понимаю, это вполне в духе тех занятий, которые занимаются в плане научного финансирования, которое продвигают последние годы. Есть же большая программа, связанная с поиском жизни, с поиском, в частности, даже внеземного разума во Вселенной, которая финансируется, Мельнер. Да, хорошо. Ну, вот для учёных всё-таки, которые изучают космос, ну, многие говорят о том, что жизнь, нахождение, обнаружение жизни на других планетах, это является, если не целью, ну, таким главным, наверное, этапом, или даже, может быть, целью для науки найти жизнь. Но мы, конечно, в данной ситуации не подразумеваем разум, мы подразумеваем какую-то простейшую форму, но, на ваш взгляд, если даже мы обнаружим простейшую форму за пределами планеты, это чем будет для нас, то есть для человечества, ну, насколько это будет важное значение, если мы поймём, что какая-то бактерия живёт за пределами Земли? Мне кажется, это будет очень важно, вот на мой персональный взгляд, потому что, смотрите, это, мы не говорим, естественно, о том, что это будет некое новое знание, совершенно нетривиальное знание в области естественных наук, в области физики, химии, биологии, биохимии, потому что мы поймём, как жизнь смогла сформироваться в кардинально других или сильно других условиях, нежели у нас на Земле. Возможно, мы лучше вообще поймём, что такое жизнь, потому что перед нами будет новый пример, другой пример отличный от нас, как я понимаю, хорошее определение того, что такое жизнь, в общем-то, не существует. При этом открытие жизни будет тем, пожалуй, редким, фундаментальным открытием, которое очень хорошо ляжет, войдёт в целом в цивилизацию, в повседневный быт, в повседневную культуру, в повседневное понимание мира. Что я имею в виду? Мы можем открыть вот те же самые пузыри в ферме. Хорошо, космический микроволновой фон, который был открыт ещё в 60-х годах. Это сейчас уже общее место в астрофизике. Но вот даже если сегодня, я вам скажу, что открыт космический микроволновой фон, открыт фон реликтового излучения, поверхность последнего рассеяния, которая осталась после последней рекомбинации плазмы в ранней Вселенной, представьте, сколько слов я сейчас уже наговорил, и вот, возможно, вы сидите и думаете, так, ну хорошо, мне с этого что? Во-первых, что это такое? С кем он сейчас разговаривает? Зачем это мне? Утверждение о том, что мы нашли где-то жизнь, это понятно. Это сразу попадает в запас, запас, в принципе, нашего культурного кода. Поэтому, мне кажется, это достаточно важно. И мне кажется, это очень сильный будет сдвиг, в принципе, в мировоззрении, может быть сравнимый с тем сдвигом коперниканским, когда мы поняли, что Земля, она не стоит на месте, она может двигаться. Это был очень сильный мировоззренческий сдвиг, который потом в конечном итоге дал импульс развития в целом всей физики, как таковой, физики, механики. Если планета движется, то можно говорить о силах, которые на неё действуют. А силы — это уже понятие из механики. И вот пошло-поехало. И вот 400 лет развития физики пришли к тому, что мы сейчас с вами можем разговаривать при помощи гаджетов, внутри каждого из которых, наверное, там 3-4 Нобелевских премии закопано. Я говорю о полупроводниках, о радиосвязи и так далее. Но здесь ещё есть интересный момент, потому что, опять же, если мы обратимся к фантастическим фильмам, например, к чужому, что, в общем-то, жизнь, которая находится за пределами Земли, может быть не очень дружелюбной. Но если посмотреть на эту ситуацию с научной точки зрения, наверняка, если мы обнаружим бактерию, мы, тем более, что Венера находится в доступности, мы можем туда отправить зонт и, наверное, теоретически можем вернуть его на Землю. Не будет ли у нас проблем с тем, что мы эту бактерию привезём на Землю? И, в общем-то, как говорит один мой знакомый, начнётся венерианский апокалипсис тут уже на Земле непосредственно. Вот такая угроза, она вообще учёными обсуждается, потому что, если мы будем иметь с другой делой, с другой формой жизни, и попробуем её в нашу лабораторию привезти на Землю. Насколько я знаю, да, конечно, обсуждается. То есть мы понимаем, что взаимодействие той же самой бактерии, непривычной для Земли, с нашими микроорганизмами, может привести к каким-то, может быть, не вполне приятным последствиям, причём больше, может быть, для самой этой бактерии. Она одна, а нас здесь много. Боюсь, что, скорее, это для неё будет проблема, пережить вот этот перелёт, и здесь у нас выжить. Это её придётся охранять, а не нас. Ну, это, я предполагаю, что, скорее всего, так будет. Но, конечно, да, об этом так или иначе мы думаем. И я бы даже вот так вот сказал, у нас есть уже опыт, у человечества есть опыт вторжения в обособленную, не связанную с нашим, биосистему. То же самое озеро Восток. Несколько лет назад, когда мы добурились до озера Востока, это такая биосистема, которая была закрыта на протяжении нескольких миллионов лет. И, если вы помните, там была очень длинная, такая полная драматизм и история, когда почти что добурились до озера в 2000-х годах, потом остановили бурение, потому что, а что будет? Потому что мы можем загрязнить это озеро, а что будет, если те микроорганизмы попадут к нам? Долгое время это выясняли, меняли технологии, потом вроде пришли к какой-то технологии, наконец добурились. И сейчас, насколько я понимаю, работа установлена именно потому, что хорошего, одна из причин в том, что хорошего способа извлечь эти микроорганизмы, не навредив ни им, ни себе, у нас пока, в общем-то, нет. То есть мы об этом думаем, и вот такой вот опыт, такого гуманного отношения к биосистему у нас есть. Если говорить о планетах Солнечной системы, на которых потенциально может быть жизнь, там простейшие ее формы, говорили о спутниках разных планет Солнечной системы, на которых там может быть жизнь. Вот какие планеты в этом смысле в приоритете, кроме Венеры, которая туда уже, судя по всему, тоже попала? Потенциально, где мы что-то можем найти? Как я понимаю, сейчас действительно рассматриваются спутники, Юпитера и Сатурна, это Европа и это Титаны, спутники с возможным подлёдным океаном. Мы понимаем, что там есть некоторая консервирующая среда, которая могла сохранить жизнь, чем-то похожая на ту, которая есть у нас на Земле. Ну, конечно, не микроорганизмы. В принципе, Марс я иногда встречаю, так рассматривается. Тем более вот это наличие метана на Марсе, одного из биомаркеров, которую я, честно говоря, не встречал. Все-таки нашли ли ему хорошие геологи, геологическое объяснение, или не нашли вот этим выбросом метана локальным. Тем не менее, возможно, там действительно что-то есть. Поэтому вот Марс. То есть вот Марс и спутники больших планет, это Европа и это Титаны. То есть Марс самым перспективным, наверное, является для поиска жизни? Может быть, даже спутники больших планет, кажется, является перспективным, потому что все-таки по Марсу мы достаточно хорошо уже поползали. Марс исхожен, как никакое другое небесное тело. По крайней мере, поверхность Марса. Вообще, Марса летал не один аппарат. У нас есть достаточно подробные карты Марса. У нас есть много данных о химии атмосферы Марса, о его почве. Если бы что-то, что называется, лежало прямо на поверхности, ну и фигурально, и буквально, скорее всего, мы бы это уже нашли. А поскольку мы не нашли, это означает, что копать нужно глубже, опять же, во всех смыслах, и тщательнее. И это означает, что есть риск того, что соорудить аппарат, послать его на Марс и опять ничего не найти. Поэтому, может быть, спутники больших планет, они окажутся более перспективными. Но какие способы копать, как вы сказали? Вообще, какими способами можно обнаружить жизнь в далеком космосе? Насколько они ограничены сегодня? Технологично. Далекий космос вы имеете в виду в пределах Солнечной системы или в Западе? Да, в пределах Солнечной системы. Если взять фильм «Брэда Питта к звездам», то он там до Нептуна, по-моему, долетел. А вот, кстати, не помню. Ну, далеко было, да? В Солнечной системе есть прямые и есть непрямые способы. Непрямые – это вот тот же самый спектральный анализ, мы можем даже подлететь достаточно близко к спутнику и получить спектры, как из того же самого Титана, спектры тех выбросов, которые идут с её поверхности, и посмотреть, из чего они, в общем-то, состоят, нет ли там каких-то, опять же, биомаркеров. Но по-хорошему, главный и окончательный способ убедиться в том, что там есть жизнь, это забрать вещество, часть вещества, и мы, в общем-то, в период Солнечной системы умеем это делать, и проанализировать его либо на месте, а ещё лучше доставить на Землю и проанализировать земную лабораторию. Вот это вот, пожалуй, главный и окончательный способ. Но если, на Ваш взгляд, вот наличие жизни на Венере вдруг подтвердится, если представить это хотя бы так на минуту, то могут ли пострадать, в частности, и марсианские программы? Не переключимся, но мы, в каком-то моменте ввиду, на какое-то время просто чисто на Венеру и будем заниматься только Венерой. Хороший вопрос. Наверное, скорее всего, какие-то пострадают. Если жизнь на Венере окажется реальной, то, да, мне кажется, с большой вероятностью это станет мейнстримом на долгие годы, может быть, на десятилетия. Многие сотни учёных будут заниматься этим вопросом, будут выделяться финансирования именно на это. И большинство программ, да, скорее всего, будут венерианские. С другой стороны, ну, а чем плохо? Вот у нас есть конкретное явление, которое надо вот прямо здесь и сейчас изучать. Это не означает, что те же самые марсианские программы, скорее всего, свернутся полностью. Мне так не кажется. Все-таки наука старается развиваться сразу в нескольких направлениях. И мы это видим, в целом мировая наука. Но есть, да, вот такое мейнстримное направление, скорее всего, с ним будут носиться и возиться больше. Но у вас какое предчувствие в целом? Может ли жизнь на Венере всё-таки быть? Скажем так, оно, честно говоря, не поменялось. Вот после этой статьи, ну, после этого, там, набора, на самом деле, несколько статей, оно не поменялось сильно. Это по-прежнему очень интересно. Я, опять же, понимаю, что на Венере с большей вероятностью может образоваться что-то сложное, нежели на том же самом Меркурии, и, может быть, даже на том же самом Марсе. Там такая достаточно бурная геология сейчас на Венере происходит, ну, во всяком случае, в атмосфере. Я вполне допускаю, что да, там действительно что-то есть, по крайней мере, какие-то микроэнкорнизмы там есть. Не более того. То есть пока мне не захотелось подпрыгнуть и побежать заниматься Венером. Давайте вот так. То есть вы скептически относитесь к этой новости? Ну, да, все-таки с некоторой долей скепсиса. Все-таки. Что касается человека на Марсе, потому что это тоже обсуждается, насколько это нужно? То есть кроме некого символического такого, что человек ступит на Землю Марса, и, соответственно, в этом, наверное, есть много символизма, есть в этом некое научное фундаментальное значение, как считаете? Ну, смотрите, я, наверное, не готов обсуждать вопрос о том, переселимся ли мы когда-нибудь на Марс, ну, потому что если говорить об этом, тогда становится все сразу понятно, нам нужно как-то там делать грядочки, ставить потихонечку домики и потихонечку переселяться. И картошку выращивать. Если, допустим, это не рассматривать, я бы сказал вопрос о том, а нужен ли вообще человек в космосе? Вот такой нетривиальный вопрос, потому что это дорого, человек очень хрупкое существо, его нужно кормить, его нужно закрывать возможными там радиационной защитой, ему нужен кислород и так далее. Человек долго в космосе не протянет, не лучше ли посылать роботов, чтобы роботы делали там за нас всю науку, в том числе на Марсе? Вот, мне кажется, скорее не лучше. Мне кажется, человеческое присутствие, кроме общего такого гуманитарного, ещё и ценой тем, что человек — это такой высокоинтеллектуальный компьютер. Ни один робот не может одновременно и поставить эксперимент, и сделать его, и проанализировать результаты, и сделать вот это всё на месте, и понять, а какой шаг нужно сделать следующим. То есть, по крайней мере, таких роботов мы ещё не умеем делать, такой лучший робот — это человек. В этом плане нам лучше, проще, как ни странно, и дешевле запустить одну международную космическую станцию за гигантские деньги, посадить туда трёх космонавтов, которые будут проделывать там десятки экспериментов, чем вместо этих десятков экспериментов посылать десятки спутников, сложных, ненадёжных, каждый из которых будет проделывать там 10% от этого эксперимента, и в результате мы потратим гораздо больше денег. В этом смысле, мне кажется, и пилотируемая космонавтика вообще, и полёт на Марс в том числе имеет смысл и с научной точки зрения. Когда человек летит на Марс, мы можем видеть, что информационные повестки это тоже более знаково обсуждается. Опять же, можно вспомнить недавний полёт SpaceX и астронавтов, которые были сюда отправлены. Хотя, как говорили эксперты, особенно необходимости в их присутствии там не было. Я, простите, прослушал самое начало фразу. Присутствует кого? Людей на SpaceX, которые отправились на частное предприятие, отправили людей. Ну, да, да, всё, я понял. Ну, скорее, да. С другой стороны, это всё-таки отработка технологий. Опять же. Ну, это глобальный вопрос. Мы вообще хотим в космос или нет? То есть нам настолько комфортно на Земле, что мы понимаем, что мы, в принципе, дальше не хотим. Или мы всё-таки дальше хотим? Судя по всему, мы всё-таки дальше хотим. Человек постоянно куда-то дальше хочет. Мы уезжаем из городов, мы уезжаем из стран, мы путешествуем, мы набираемся впечатлений. Но почему бы не полететь, не попутешествовать на Марс? Вот если бы у вас была возможность поехать в командировку на Марс, вы бы поехали? Или вы бы сказали, да ну, лучше. Ну, сейчас я не уверен. Ты не знаю, как Аня? Да. Нет, но если там всё включено. И ковида нет. Там нет ковида, кстати. Точно. Может, там самоизоляцию переживать. Да, на Марс. Наверное, было бы хорошо. Что касается поиска внеземных разумной жизни, вот проект Сети, как мы знаем, достаточно давно существует. Там есть какие-то новости на этом поле научном? Или там пока тишина? В проекте Сети крупных новостей, честно, я не встречал. То есть, те программы, которые шли, они продолжают идти. Хотя, по-моему, программа Сети-at-home всё-таки закрывалась. Это лучше, вот я к слушателям обращаюсь, лучше проверить мои слова. Но мне кажется, это всё-таки закрылось. Но она существовала долгое время. Она существовала 20 лет практически. Ничего не нашли. Есть программы, то есть остаются программы Сети по поиску, в том числе и в радиодиапазоне, и в оптическом диапазоне каких-то сигналов. Но надо понимать, что вот этими задачами, по большей части, занимаются, не сказать любители, а люди, для которых это не является основной деятельностью в плане науки. Всё-таки, несмотря на то, что существует институт Сети в Америке, это прям единственный институт, который посвящен этой тематике, эта тема остаётся по-хорошему маргинальной. У нас звонок радиослушатель на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Да, слушаю вас, здравствуйте. Добрый. Первый вопрос, касающийся астрофизических особенностей исследования ближайшего к Земле космического пространства. В конце 80-х годов я общался с советскими астрофизиками, занимавшимися проблемами так называемых зебраструктур. Я надеюсь, ваш гость в курсе, что это такое. Алло. Да, мы вас слушаем. Да. Нет, я не слушаю. Да, поясните, что... Буквально, для слова, чтобы дальше было понятно, о чём идет речь. Между Солнцем и Землёй обнаружена зона устойчивого искажения всех известных нам видов полей. Они были измерены, они были просчитаны. Оказалось, что это нечто, которое учёные назвали условным термином зебраструктуры. А потом, когда просчитали это с помощью специальных программ, имеющих в своей основе фрактальный ключ, то просто обалдели, потому что искусственность этой специфической зоны космоса, она просто сразу определилась. Оказалось ещё следующее, что тот алгоритм, который оказался проявлен в зебраструктурах, соответствует так называемым грамматикам всех ДНК, всех живосуществ на Земле. Это первое. Второе. В 1992 году... Алло, меня слушайте. Да, да. Задавайте вопрос, чтобы гость мог ответить. Вот хотел бы узнать насчёт того, изучают ли учёные, коллеги вашего гостя, такие явления, которые до сих пор у нас пытаются замалчивать. То есть, например, в 1986 году к Марсу были посланы два зонда. Один сломался в дороге, а второй сломался, уже подлетев к Марсу. Так вот, я в 1992 году общался с... Да, но у нас, к сожалению, мало времени. Вот давайте про зебраструктуру. Что-то слышали об этом? Я вот сейчас прогуглил, ничего не нашёл, честно скажу. Я не слышал, но я сейчас погуглил. Я нашёл одну работу в журнале «Солнечная и земная физика». И, по-видимому, речь идёт о спектральных структурах. То есть, речь опять же о спектрах. Те самые спектры, при помощи которых был открыт фосфин. Но спектры излучения, по-видимому, межзвёздного пространства, радиоизлучения, излучения радиоволн, межзвёздного, простите, межпланетного пространства, они вот имеют некоторые особенности. Там спектральные линии как-то, видимо, меняют своё положение время от времени, в результате чего можно нарисовать некие картинки, которые вот похожи на такие полосы, вот такие вот зебраструктуры. То есть, я понимаю, что да, это есть. Это, по-видимому, является такой специфической областью изучения солнечной физики, солнечных земных связей и физики Солнца. И я, признаться, про это не слышал. Я не слышал про это как про какую-то фундаментальную проблему, над которой много думают. Поэтому, наверное, я не могу прокомментировать. Мне кажется, да, её изучают. Судя по тому, что я нашёл работу, недавно опубликованную в этом десятилетии, по-видимому, да, это изучают, об этом говорят, но более я не готов комментировать. Ну, я напомню, что вы также можете нам звонить, уважаемые радиослушатели, 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира в нашей студии. И также можно писать нам в WhatsApp и задавать свои вопросы 2-3-0-6-1-9-1. Сегодня мы говорим с Антоном Бирюковым, с астрофизиком, и в частности обсуждаем тему того, что учёные нашли, ну, скажем так, потенциальный признак жизни существования на Венере. Да, если говорить о том, что происходит за пределами Солнечной системы, вы сказали о том, что фосфин вырабатывают планеты-гиганты или там звёзды-гиганты, и, соответственно, но там не рассматривается возможность существования жизни, там есть объяснение, как фосфин, или как? Как он появляется. Да, там вроде находят объяснение, то есть там находят объяснение такого естественного образования, такого количества этого газа, который наблюдается, и вот там нет той проблемы, что должен быть какой-то источник, допустим, даже биотического происхождения. То есть там такого проблем вроде не существует. Сегодня перед учёными ещё есть нераскрытые загадки, которые могут указывать косвенно на то, что мы не одни во Вселенной, потому что, ну, мы можем вспомнить, как пульсары открывали, потом нашли объяснение этому и так далее и тому подобное. Сегодня есть что-то, перед учёными стоит какой-то неразгаданный вопрос, который косвенно, повторюсь, может указывать на то, что он имеет искусственное происхождение? Ну, прямо так явно, пожалуй, нет. То есть нет, пожалуй, ни одного такого явления, о котором прямо говорят, что вот, а вдруг это всё-таки искусственный... То есть мы перебрали всё, ничего не нашли, и вдруг это какой-то искусственный сигнал. Первое, что приходит на ум, это вот знаменитый вау-сигнал, который был обнаружен в 1972 году, но там интересно то, что этот сигнал как раз был обнаружен в рамках поиска радиосигналов от неземной цивилизации. И понятно, что раз уж вы ищете, ждёте сигнал от неземной цивилизации, и что-то к вам приходит, даже если это просто была, скажем, наводка от какого-то ближайшего радиоэлектронного оборудования, вы можете психологически это пытаться интерпретировать как именно какой-то сигнал. Это просто некий длинный, по-моему, минуту длиной всплеск радиоизлучения, который не нашёл своего объяснения естественного, но, наверное, он и не мог найти такого объяснения, потому что он был один-единственный. А по одному такому единственному всплеску что-либо говорить о его происхождении, в общем-то, сложно. Но он чаще всего, наверное, вспоминает про него, как вот некая загадка, которая повисла, никто не знает, что это такое, и, по-видимому, никто никогда не узнает. То есть, ну, у нас есть шанс его снова поймать, или это была такая разовая акция, и всё? Или как вы считаете? То есть, его пытаются как-то найти, повторить, снова туда навести, условно говоря? У проекта с этим есть возможность прослушивать ближайшие окрестности, в том числе ближайшие звёзды, похожие на Солнце, на предмет каких-то сигналов, имеющих структуру. То есть, сигналов, которые потенциально могут нести какую-то информацию, на сегодняшний день никаких сигналов, подобных сигналов обнаружено не было. Всё, что было обнаружено, всё находит вполне себе естественное объяснение. Формула Дрейка, насколько она всерьёз рассматривается учёными, насколько часто к ней обращаются? Опять же, или это такая история? Ну, вот как вы это можете прокомментировать? Формула Дрейка — это классическая формула, вполне себе классическая. Формула Дрейка — это очень хороший способ поговорить о внеземных цивилизациях. Она достаточно хорошо структурирует все те компоненты, которые нам необходимо знать, которые нам необходимо хорошо представлять, чтобы содержательно, предметно разговаривать о возможности существования разумных цивилизаций в нашей галактике. Вполне себе классическое мнение, но другое дело, что значительную часть его компонентов мы там не знаем. То есть, слишком много неизвестных в этой истории? Ну, в общем, да. Ну, что касается Венеры, если вернуться к ней, называют её периодически филиалом АДА, или, в частности, вот вчера, по-моему, Рогозин сказал, глава Роскосмоса, о том, что это сущий ад. Как вы считаете, насколько это определение соответствует действительности, учитывая, что вначале вы сказали о том, что средняя температура там достаточно высокая, 460 или 470 градусов Цельсия? Ну, вот всё-таки. Ну, для нас, да. То есть, там горячо, там очень большое давление, и даже те аппараты, которые мы туда обсылали, спускаемые аппараты, они там работали не более нескольких часов или буквально двое суток, кажется, было максимально. В общем, речь шла о часах, речь не шла о месяцах и о годах, как, допустим, у нас работают аппараты на Марсе. Там тяжело. Это да. Но вот есть, что есть. С этим жить. Ну, то есть, долгосрочное какое-то исследование там невозможно, учитывая, что аппараты не могут выдержать? Даже аппараты не могут выдержать. Долгосрочное, если говорить о неделях и месяцах, скорее, мы пока... Наверное, то есть, можно споректировать такой аппарат, который выдержит эти условия на протяжении недели и месяцев. Но будет другая проблема, чтобы этот аппарат, очень тяжёлый, очень сложный, запустить в космос и отправить к Венере. То есть, пока технологически нам это недоступно. Но посидеть там, скажем, несколько дней мы можем себе позволить. Повисеть в атмосфере или посидеть на поверхности на протяжении, скажем, нескольких дней. Вот это технологически возможно. Как я понимаю, Венера-Д, она... Вот этот аппарат в том числе планируется, разрабатывается с тем расчётом, чтобы там посидеть хотя бы несколько дней, а не несколько часов. Ну, вот мы недавно говорили с Владимиром Сурдиным, и, в частности, обсуждали миссию Вояджеров, которые на протяжении полувека уже бороздят пространство и вышли даже за пределы Солнечной системы. И как раз вот эта технология, которая оказалась очень долгоиграющей, долгоживущей. Они там на ядерных батареях как раз работают и скоро, говорят, должен закончиться этот период. Но, тем не менее, вот как раз Вояджеры ведь показали, что они могут очень долго и в достаточно агрессивной среде существовать. То есть, могут? Ну, не настолько агрессивной, всё-таки не при таких температурах и не при таком давлении. То есть, да, там, конечно, есть радиация, несомненно, но всё-таки это не настолько агрессивная среда. В межзвёздном пространстве попроще. В межзвёздном пространстве аппараты, и мы это видим, не только Вояджеры, там другие аппараты. Тот же самый миссия «Новые горизонты», которая двигалась к Плутону, по-моему, более 10 лет. Она была запущена в 2006 году, в 2015-м пролетела Плутон, и сейчас продолжает лететь. Вот она уже там, сколько, 14 лет в пути. Тоже вполне себе работает. Аппараты, которые к большим планетам летали, здесь проще. На Венере тяжелее. А что мы узнали о межзвёздном пространстве благодаря Вояджерам? Потому что это ведь первый искусственный аппарат, и единственный, если я не ошибаюсь, который преодолел границу Солнечной системы и, в общем-то, ещё продолжает что-то присылать. Как я понимаю, главное, что мы узнали, мы узнали, что такая граница точно есть. Мы узнали примерно, где эта граница находится. И мы смогли измерить параметры, физические параметры на этой самой границе. Как меняется давление, как меняется, возможно, температура, возможно, плотности, плотности частиц, скорость солнечного ветра, вот такие параметры, это, в принципе, достаточно важно для нашего понимания вообще формирования межпланетной среды, формирования солнечного ветра, магнитных полей в межпланетной среде и так далее. Пожалуй, это главное, что мы смогли измерить. Кто из себя представляет межзвёздное пространство? То есть, насколько это продолжительный участок пути для Вояджеров? Нет, межзвёздное пространство — это всё, что за Солнечная система, и оно большое, оно длинное, и в межзвёздном пространстве в Вояджере будут находиться большую часть своей, не знаю, там, миллион летней жизни, сколько они будут пороздить нашу галактику до тех пор, пока, скажем, не притянутся к какой-нибудь планеты, звездой, вроде подобной. Такое тоже гипотетически возможно. Межзвёздное пространство — это достаточно разреженная среда. В первую очередь, это очень разреженный газ, и во второй очередь, это разреженная пыль. Ну и ещё там есть магнитные поля, слабые магнитные поля. Но в первую очередь, это очень такая разреженная газопылевая среда. Вот, в общем-то, и всё, если тут коротко. А если говорить о... Там, например, есть своя интересная химия, кстати, там тоже могут быть неорганические молекулы, и мы видим, что там есть достаточно сложные молекулы, и даже, по-моему, кто-то высказывал мысль, а может ли образоваться жизнь просто, скажем, в межзвёздных облаках. То есть элементарная жизнь, мы не знаем, почему нет. А если говорить о границе Солнечной системы, то есть какой она может быть, какой она, точнее, есть, если мы знаем, что Voyager её преодолели, то есть это есть некий просто психологический рубеж, или там, условно говоря, мы выходим из пузыря? Вот что представляет себя граница Солнечной системы? По сути, мы выходим из пузыря. Это область, где солнечный ветер сталкивается, собственно, с межзвёздной средой. То есть, сейчас чуть был не привёл пример, который, наверное, нельзя было проводить на радиостанции, потому что мы про курение. Хорошо. Вот у вас готовится суп, у вас есть клубы пара, у вас кипит суп, у вас есть клубы пара, и есть некоторая граница. У пары есть какое-то своё давление, своя плотность, и есть обычный воздух, сравнительно разреженный, более разреженный, чем вот эта пара, которая поднимается из вашего супа. И у клуба пара, у облака есть некоторая граница, физическая граница, где сталкивается сам пар и просто воздух в вашей комнате. Вот примерно то же самое происходит у нас в галактике. Солнечный ветер — это не… Солнце, оно горячее, и оно постоянно испускает какое-то вещество, оно тоже парит в каком-то смысле. И вот этот вот пар сталкивается с межзвёздной средой, и вот возникает, по сути, физическая поверхность, это физическая граница, возникает вот это у облака. Выйти в межзвёздное пространство — это, по сути, выйти за пределы вот этого облака. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что нашли время выйти в прямой эфир нашей программы. Антон Бирюков, астрофизик, был с нами на прямой связи сегодня в программе «Абонент доступен». Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо вам, всего доброго.